Всем привет ребятам, с вами Кирилл Широков и Владислав Чижиков И мы комментируем 1 четвертую часть, 1 четвертую нашего нокаут турнира Где встречаются 2 тезки, Никита Петров и Никита Романовский Да, и Никит разыграл свое любимое коне в 3G3, слон G2 Против которого еще, против которого весь Феникс ищет противооборство Пока получается исключительно... Я думаю не только Феникс, может во всем мире ищут как играть против Каталона и подобных структур, не так просто Да, и ответ похоже пока знают только польские гроссмейстеры У которых положительная статистика против Никита в этом дебюте Ну и Владислав, как вы здесь оцениваете шансы наших соперников? Ну пока ничего такого сверхъестественного не происходит В принципе белые, наверное, достаточно удачно расставили все свои фигуры Но вот черные пытаются, видимо, к пешке Е4 как-то прицепиться Наверное, слона на G6 хотят поставить Ну вот Именно то, о чем предупреждал Владислав Соседи у него сверлят стены Я пытаюсь спрятаться, не знаю, может чуть-чуть поможет На кухню ушел Страшно, я думаю Ну вот слон на U3, мне кажется, не там стоит А тут его не так просто определить, на самом деле Здесь он хотя бы на два фланга стреляет Ну не надо два же ставить Ну вообще, честно говоря, тип позиций очень подходит Никите Я имею в виду Петрова Ну вот их двое, да, приходится указывать фамилию Потому что здесь достаточно спокойное такое давление И преимущество двух слонов И как-то достаточно просто играть белым Сейчас, если удастся Да, если удастся E5 еще пойти Скорее всего удастся То тогда, наверное, вообще будет уже Небольшой перевес Ну, хотя От небольшого он может быстро стать и большим Но перспективно выглядит за белых Слон на E3 Правда, в каких-то вариантах кажется, что может попасть под тактику Но пока не попадает Ну вот тем более его быстро разменяли Ну E5 все равно хочется Несмотря на то, что там какие-то шахи Но здесь очень важно, чтобы слон на G2 работал на полную мощь Ну так поэтому идея этого дебюта? Ну да Да в принципе Идея любого дебюта, где слон фенкентирован Да, то хочется, чтобы он работал по этой диагонали Но вот такой E4 интересный ход Хотим залезть на D6 и перекрыли как-то пункт C5 для ферзя А почему вот сразу не пойти? Там вилочки какие-то Вилочки, да Страшно Нет, на самом деле Я говорю, почему Сказал, что тип позиции подходит Петрову Потому что он любит вот так понемногу наращивать давление И играть в таких позициях Часто многим шахматистам очень тяжело Ну потому что явно слон здесь сильнее коня Вот два коня друг другу мешают Непонятно, кто из них хочет на поле D5 быть И как-то всевозможные сразу идеи где-то и А4 появятся, я думаю, в будущем Ну черные вот сейчас, черные хотят на данный момент выбить этого Может быть качество сбросить в общем из D6? Да, я тоже начал думать, что... Ну качество это все-таки явно, что черные будут играть на... Ничью Не знаю, мне нравится идея, связанная где-то с движением пешки А Чтобы вот этих коней как-то потревожить Но вообще здесь много возможностей Еще есть Ферси 5 просто тактикально Нет, ну вот... Да, нет, создается угроза Я конкретный ход Ферси 5, в принципе, возможный Нет, я просто какие-то стратегические пытался идеи найти Там, может быть, Ферси в 3, А4, А5 По линии Аш еще зайти Возможно Ну тем временем Ферси 5 сыграно Ну у белых богатая позиция и много возможностей Да, поэтому как бы они могут здесь... Ферзя непонятно куда ставить, да? Наверное, обратно уйдет И не так просто вот сейчас найти ход за черных Да Все-таки Коннинс D6, он перекрыл 8 для ладей И пункт C8, а вот так вот Пункт C8 и пункт E8 Не нравится мне ход, я бы Ферси 7 посмотрел какой-нибудь Потому что надо на D5 держать коня хотя бы, чтобы этого слона ограничивать Может, он хочет поменять коней, но конь на E7, не знаю, стоит не очень хорошо Вот, E6, да? Ну, выглядит логично Только ушел вот этот конь, который загораживал немножко действия белых фигур И сразу происходит... Я бы не сказал, что это тактика, но... Ну, ФЕ, да, и неприятная уже структура Что там будет запланировано? Ферзь G5? Конечно, но... Можно и просто ладя E6, наверное, съесть Я думаю, тоже должно быть хорошо И задумался Никита Романовский На самом деле есть над чем подумать, но вот... К сожалению... К сожалению, мало времени Никита попроще сыграл Не стал выдумывать никаких ФЕ5 А здесь фержи... Это ход тоже не туда, потому что видно, что сейчас... А, да, 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 да Съели просто Просто съели И, наверное, можно уже сдаться По-хорошему Это же связка на D6 не опасная совершенно Там никакие фигуры сдвоиться не могут Ну, и тем более Много защитников Ну, вот D1 самый последний Можно даже... Ну, а, он... А, еще и зевает Да нет, это разменная комбинация В принципе Да, но здесь сложно комментировать Все хорошо Король подойдет, да То есть... И постепенно белые просто выиграют Ну, шах можно дать Можно не давать Аж 4 пойдет Да, но здесь уже тяжело что-то комментировать Потому что отъели все Ну, ладя H6, наверное, на король F7 Или просто уже сдался, да? Или что это такое? Да, видимо, сдался Потому что у меня партия Почему-то время не идет А, нет, идет время Никит Может быть, что-то с интернетом село Может быть Это было бы печально Если это было правда Да, ну, были у нас уже такие А, нет, это лак Ну, лак это не так страшно Как прострочка времени Были у нас такие Да, конь Е5 все сдался, наверное Я думаю, после конь Е5 уже можно сдаваться Даже на Д3 ладя не идет А там все пешки королевского фланга теряются И вообще Так, опять задержка, да, идет? А что это? Как-то странно, что не пошел конь Е5 Ну, ладно Видимо, может быть, задержка его стала немножко смущать Потому что все-таки неприятно Как-то приходится Ну, ходить быстрее, чем А, ну, ладью еще зевнули Да, ну, здесь все понятно Ну, вообще, черными тяжело играть против Никиты Он очень хорошо зажимает Посмотрим, сможет ли Да, реванш в первой парте Да, спасибо